итак всем привет всем привет всем привет с вами я с мальчиком он уже может быть привыкли итак ищите у меня была судьба а тут это было очень и потом первая Доброе утро, док. Как дела? Ты уже смотрел на показатели? Ну, как бы, мы вовремя, чтобы мы, как бы, пострияли, потом нас сфотографировали, потом нас прибросили сюда, чтобы можно было взять несколько газов. И, как бы, потом к нам на отчет пришел, я сохранился и вышел. Только что проверил. Что тебя беспокоит? Я бы просто хотел держать руку на пульсе. Не вопрос. После обеда закончу отчет. Хм, звучит неплохо. Дай знать, если что-то изменится. Доброе утро. Навещаешь отца перед уроками, а? Ага. Эй-эй-эй, приятель. Давненько тебя у нас не было. Сегодня большой день. День козы, да? Ага. Ладно. Думаю, мне пора. Здорово, приятель. Здорово, пап. Привет, Скэнли. Прости, что так долго. Что с тобой сегодня не так? У меня так болит голова, и все никак не проходит. Даже с таблетками, которые ты мне дал на прошлой неделе. Думаю, это из-за освещения. От него у меня два... Ну, когда ты оставишь меня в покое? Она думает, что ты не делаешь, Амата. А? Че ты хочешь? А вот твоё от неё. Не твоё дело, мелюзга. Валя отсюда, пока кости целы. Перейдёшь дорогу туннельным змеям, пеняй на себя. Ясно? Душа есть меня. А ты ещё кто такой? Её бойфренд? Ха! Ха! Поговори ещё, пацан, и мы тебя к папочке отправим. Косте вправлять. Да ты шутишь. Эй, туннельный змей, зануде нужен ещё один урок. Ну что, сразимся? Хватит! Настать его в покое! Ещё! О, это не займёт. Пожалуйста, хватит! Сиди смирно. Молодец, Буч! Это ничего не решит. Бучи, Бучи, Бучи. Мы у руля, а ты сопля. Ладно, туннельный змей, не связывайся с туннельными змеями. Как скажешь, Буч, ты главный. Туннельный змей и руля. Ладно, пошли. Что, так? Наш радиатор снова брак. Спасибо. Без тебя они бы не свалили, придурки. Не понимаю, почему они ко мне привязались. Видно только потому, что мой папа-смотритель. Идиоты. Да ты шутишь. Ты же на прошлой неделе ему запчасти менял. Да, конечно. Но он такой старый, что уже у деда в моём возрасте были с ним проблемы. Это было кое-что ненадолго. Спасибо. Я уже думал, что с кислой чем-то. Так что, потом пойдём обедать вместе? Конечно. А пошли вместе в столовку после... Итак, все в сборе. Готовы к козе? Поверьте, на самом деле всё не так и страшно. Все через это проходят. Конечно, наверняка получил... Конечно, наверняка получил бы шибал. Не сомневаюсь в этом. С учётом того, что здесь многовариантный выбор и нет неправильных ответов. Начнём, как только все усядутся. Удачи. Где моя парта? А где моя? А вот, две парты. Ладно, войдёмся на самую близкую, чтобы увидеть больше. Поэтому я сижу сюда. Теперь, когда все добрались до класса, мы наконец-то можем начать. Никаких разговоров и даже не пытайтесь подглядывать. Окей. Да, я это вам говорю, мистер Глория. Конечно, мистер Брорч. Если поток островыми иссяк, давайте приступим. Вопрос первый. К вам подбегает очумевший учёный и кричит. Я всажу свой квантовый гармонизатор в вашу фотонно-резонаторную камеру. Что вы ответите? Ваши действия. Ну так, ты же... Че? И без разговора, ругушеки чёного, а лефа могла обожать. Вот так бы я и сделала. Вопрос второй. Вы проходите практику в клинике. В кабинет вваливается пациент с раной на ноге, воспалённой от неизвестной инфекции. Инфекция распространяется с пугающей скоростью. Но доктор ненадолго вышел. Ваши действия? Вопрос третий. На нижних уровнях убежища вы находите маленького потерявшегося мальчика. Он голоден и напуган, но кажется, у него с собой краденая вещь. Ваши действия? У меня мальчик, кажется... Все. Вопрос четвёртый. Поздравляем! Вас взяли в бейсбольную команду убежища 101. Кем вы хотите быть? Где мне? Что-то... Я так и пичер, кетер. Я буду постоянно отбывающей. Вопрос пятый. Ваша бабушка приглашает вас на чай. К вашему удивлению, она даёт вам пистолет и приказывает убить другого жителя убежища. Ваши действия? Ну, посмотрите, я на это буду. Не знаю. То есть, попустите бабушке в менинган. То есть, ну, это надо будет вообще. Самоценность, самому согласен, жизнь. Зачем так? Ну, ибо это, ибо это. Это будет глупо. Вопрос шестой. Старый мистер Абернатти снова заперся у себя в комнате. Вам приказали извлечь его оттуда. Как вы это сделаете? Психское убежище, здоровый убежище. Во время дня планового рассажения уместите весь мусор в соответствующий мусор. Такого можно будет его убить у себя. Это будет плоско. Вопрос седьмой. О, нет. Вас облучило радиацией. У вас из живота выросла третья рука. Какой лучший способ лечения? Семь. Вопрос восьмой. У другого жителя убежища 101 есть первый выпуск комикса «Грогнак варвар». Вы очень хотите его заполучить. Как лучше всего завладеть им? Это будет по возрасту. Так же. И так сделаем. Вопрос девятый. Вы решили подшутить над отцом. Вы вошли в его личную уборную, где никто вас не видит, и... Если подшутся под топ, тогда если бы все вообще... Так как можно убить бабу? Тоже можно убить. Вот это единственное, что можно сделать. Вопрос десятый. Кто, без сомнения, самый важный человек в убежище 101? Тот, кто защищает нас от суровой атомной пустоши, кому мы обязаны всем, что имеем, даже нашими жизнями? Отложили ручки, господа. Время вышло. Это и есть знаменитая коза. Уверен, большинство из вас справилось без проблем. Что же, до остальных у ремонтников всегда дефицит кадров. Уходя, не забудьте сдать работы. Даже не спрашивайте, что случилось с теми, кто не сдал козу. Остаток дня у вас свободен. Можете праздновать. Пошел с этим, смотри, ребята, еще и сойдет. Или молиться, в зависимости от ситуации. Пошел с этим, что я у нас. Как мне сдать. Рада тебя видеть. Кажется, в нашей столовой будет новый повар. Сразу скажу, мне без горчицы и соленых огурцов в два раза больше. Ха-ха-ха-ха. Это гораздо ближе к истине, чем ты думаешь. Знаешь, в твоем возрасте я был таким же нахалом. Не отнесся к экзамену серьезно и видишь, где оказался. Только между нами, ладно? Весь этот тест просто чушь собачья. Если тебе не нравятся результаты, могу подправить твои баллы, как пожелаешь. Только скажи. Смотрите. 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 У меня 36. Скрытость тоже пригодится. И наука. Вот, мистер Бротч. Надеюсь, у меня все получилось. Вам не о чем волноваться, мисс Альмандовар. Ну-ка, отличный результат. Похоже, у меня есть другие дела. Фредди, ты понимаешь, что значит слова «отложили ручки»? Эй! Эй! Отвали! Надеюсь, ты больше не будешь со мной говорить. О, привет! Чего тебе надо? С твоей подружкой мы еще поговорим попозже. Снова ты! Что я тебе говорил насчет тупого трепа, а? Не хочу подхватить от тебя инф... У меня все, мистер Бротч, кажется. Погодите. А можно мне работу назад? Мне срочно надо изменить... Я с последним мучаюсь. Ты только успокойся, Пол. Не сомневаюсь, тебе не о чем волноваться. Сейчас посмотрим. Ого. Да? Точно, как я и думал. У тебя впереди карьера инженера. Поздравляю, мистер Хэннон. Вы сдали козу. О, Господи! Ну, слава Богу! Инженер — это неплохо. Мама так хочет узнать, что же на самом деле мое? Наука или семейная экономика? Наука? А, ну, возможно. Давай-ка посмотрим, что говорят нам результаты. Так-так. Ремонтный отдел. Надеюсь, твоя мать будет довольна. Вот Стэнли, я уверен, точно будет. Пока. Эй! Эй, привет! Мы не друзья. Мы никогда не будем друзьями. Ясно? Все знали, какие с них все будут цели. У меня все, вот. Разве не хочешь узнать, что у тебя вышло? А, я уже знаю, в чем дело. Не надо быть ядерным физиком, чтобы расколоть дурацкий тест. Да будь я проклят. Вот же мелочь пошла, а? И почему я не додумался до этого, когда мне было 16? Фредди, это многовариантный выбор. Ты что, до сих пор его обдумываешь? Отвали! Оставь меня в покое, дубина. Смей бессмертный! Ну так, папуля, доктор далеко, и он тебе не поможет за работу. И что ты теперь не поможешь, ты отца? Такая же жизнь. Смей, давай, просыпайся! Я не смогу всегда быть рядом и держать тебя за... Давай! Просыпайся! Тебе нужно бежать отсюда. Твой папа ушел, а люди моего отца ищут тебя. Да зачем? Папа, молодец! Самое время кому-то новое, смотрите. Мелый обид. Ты не понимаешь. Твой папа как-то открыл главную дверь и покинул убежище. Отец, я его никогда таким злым не видела. Послушай, если тебя найдет охрана, они убьют тебя. Я убью, смотрите. Я сейчас вместо того, как, наконец, перегнул балку. Джонас! Они убили Джонаса! Люди моего отца! Они забрали его и... Господи, тебе немедленно нужно уходить. Да, не волнуйся обо мне. Мне очень жаль, что приходится все вот так на тебя вываливать. Я знаю, Джонас был твоим другом. Но сейчас нам пора. С минуты на минуту тут будут люди моего отца. Прости, но, боюсь, тебе нужно следовать за папой. Тебе придется сбежать из убежища. Слушай, может, это совсем не мое дело, но неужели папа ничего тебе не говорил о своих планах? Мне очень жаль. Не сомневаюсь, что у него были свои причины. Может, Джонас должен был все тебе объяснить? Но это не важно. Я помогу тебе сбежать. У меня есть план. Не важно. Послушай, в кабинете моего отца есть секретный тоннель. Он ведет прямо к выходу. Чтобы открыть его, тебе придется взломать компьютер в его кабинете. Держи. Это чтобы открыть дверь в его кабинет. Я... Да, вот еще что. Я украла у отца пистолет. На это... Ладно. Так, ну... Встретимся у двери в убежище, если у меня получится. Так, а... Какой-нибудь. Ай, давай. Ай. Ну, бери. Вот он, а ну, стой! Грязные мутации! Снимите это с меня! Вот он! Еще хочешь? Как... Вот! Кэндал. Такое, конечно, знаю. Пын. Ладно, это... Я проходила игру... Классный лагерс, так что знаю этот лагерс. А, куда мы пойдем? Ну... Давай. Давай, я так замерзу. Нету Кэндала, все. Куда мы? Помоги мне! Моя мама одна в комнате с рад тараканами! Бууч. Бууч, пусть меня помнит. Да, я прошу... Слушай, ты извини, что я с тобой так обращался. Ты же знаешь, на самом деле все это были шутки, верно? Да, но там моя мама. Ты же не... Конечно! Мне пофигу ради кого. Просто вытащи ее оттуда. Хорошо. Я тебе помогу... Только за что долг. А, спаси! Я попробую спасти. А, спаси! Кучик, помоги мне! Не чините препятствия службе безопасности... У нас получилось! С мамой будет все в порядке. Кучик. Блин, мы с тобой теперь самые лучшие друзья. Эй! Я знаю, что это немного, но возьми мою куртку туннельных змей. Ну же, забирай. Ладно. Ну, спаси ее маму. Только ради мамы. И на этом мы закончим. Веселя вышла очень долго. Если за просмотром... Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Боже, мне немедленно нужно выйти. Ты круче всех! Реально круче всех! Благодаря тебе теперь все будет в порядке! Позову, буду всем сказать... Говорить пока. Ну, ладно. Есть такая собачка. Все старые враги скоро могут стать бревенами. Ну, что я сейчас обгляду. Так, ладно. Так, значит, значит, надо найти. И на закон, значит, тут моя мама. Всем спасибо за просмотр! На мой канал! Ставьте лайки! Если не поставьте лайк, я не найду, куда мне надо идти, потому что я не понимаю, куда я вообще должен идти. Так что... Спасибо за просмотр! Что еще я должен сказать? Каждый раз обнаружат вне помещения... Будут разбираться... Со всей строгочкой... Это все! Пока что я нашел. Всем... Клок-клок! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok